Микс Ньюс. Руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круменя. Добрый день, госпожа Круменя. Доброе утро. Доброе утро. Может быть, начнем с действительно того, год еще не закончился, но тем не менее, если оценивать его температурно. Мы все знаем, что буквально недавно было установлено, 6 дней подряд устанавливались опять-таки в конце сентября температурные рекорды. Вот был ли он каким-то особенным по части погоды, по части температур этот год? Ну, было и выделялось несколько таких вещей, можно сказать. Во-первых, это начало года, первые месяцы, зимние месяца, которые были очень-очень теплые. И, как мы помним, в принципе, по-настоящему зимние метеорологические условия прошлой зимой, в том числе в январе-феврале, практически не установились. Здесь в основном преобладали температурой выше 0 градуса, снег выпадал очень редко, и такой постоянный снежный покров прошлой зимой вообще не образовывался. Ну, потом нам установились чуть прохладнее погодные условия. Май нам принес такую волну холода, ну, а потом опять июнь пришел с волной жары, и в истории до сих пор сейчас, до этого времени, он зафиксирован как второй самый теплый июнь в историческом ряде наблюдений, почти что в столетний этот ряд. Ну, потом лето у нас, может быть, таких других очень ярких рекордов не принесло, но сейчас, да, сентябрь тоже будет теплый, и одним из таких самых-самых теплых уже сейчас, можно сказать, окончательно еще все цифры будут посчитаны вот сегодня-завтра, и тогда будет опубликовано. Ну, уже смело можно сказать, что это тоже будет один из самых теплых в сентябре в истории наблюдений в нашем регионе. Тем не менее, вот я обратил внимание, что хотя шесть дней подряд температура была рекордно высокой, все-таки вот в 1947 году, вот агентство Лето сообщало, что была чуть выше температура, то есть, можно ли говорить о том, что меняется климат, или это какие-то, ну, какие-то большие циклы, может быть, погодные, и в прошлом тоже были такого же рода теплые времена? Все-таки больше, наверное, будем склоняя, ну, не больше склоняя, но в целом склоняя, климат меняется, и если раньше также наблюдались такие рекорды, и сейчас еще сохранился вот этот рекорд, как вы упомянули, который, как бы, температура даже была выше, но если посмотреть вот этот ряд, так, поанализировать, поанализировать, как он построился, то в целом можно сказать, что после 2000 года у нас не было ни одного такого, например, очень, ну, такого холодного или очень холодного сентября, даже около нормы сентября. Рыб в этом периоде были очень-очень редкие. У нас, если сравнить с нормой, то все время в последние, ну, 20 лет месяц сентября намного теплее, и так что это что-то такое, что уже говорит, что выявляется новая тенденция, что в этом периоде все-таки погодные условия уже не такие, как они наблюдались 50 или больше лет обратно. Но вместе с тем, вот когда мы говорили с наработниками домоуправления, отвечающих за подключение к теплу, они обращали внимание на то, что как будто бы немножко все сдвинулось, произошел какой-то сдвиг, то есть, с одной стороны, зима начинается и осень начинается чуть-чуть позднее, но вот вы уже упомянули то, что был май очень холодный, они говорили о том, что нам приходилось, ну, мы позже включали отопление, но мы и позже его были вынуждены выключать, потому что были, ну, вот такие холодные весенние месяцы. Это говорит о том, что, может быть, происходит не только не потепление, а какой-то сдвиг сезонов погоды? Ну, в то же время мы не можем сказать того, что у нас весна начинается, например, позднее, или лето начинается позднее, нет, просто, ну, предыдущий, вот этот, можно сказать, даже отопительный сезон выявился с такими, ну, явлениями, что была волна холода в сентябре, которая привела к тому, что очень рано в прошлом году включили отопление. После этого ещё погодные условия опять были тёплые, но, конечно, больше уже отопление не выключали. Ну, и весной получилось так, что, да, после тёплой зимы у нас как бы весенний период был такой очень постепенный, и вот эта волна холода в мае привела к тому, что в этом году выключили отопление очень поздно. Но это такие отдельные ситуации, это в целом не тенденция. Просто то, что люди сейчас помнят вот этот предыдущий очень длинный отопительный сезон. Сейчас ещё в целом, может быть, где-то уже и подключает отопление где-то, ну, больше необходимо. Но в целом отопительный сезон ещё не начался, и обычно, насколько мы знаем, также сотрудничать с этой отраслью, что когда среднесуточная температура приближается и устанавливается стабильно ниже плюс 8 градусов, тогда обычно подключают уже отопление. Но на данный момент ещё таких низких температур не было. Многие действительно выражают даже и радость, что нет такой холодной и суровой зимы, потому что счета за отопление достаточно такие гуманные получаются. И вот эта тенденция, вот можно ли сказать, что таких холодных зим уже в Латвии не будет? Или всё равно что-то может произойти? В целом, конечно, тенденция такая, что стабильно холодные зимы наблюдаются всё реже и реже, но это не исключает то, что какая-то отдельная зима между этими в целом тёплыми зимами будут холодные и установится какой-то более продолжительный период, когда стабильно будет держаться мороз и будет держаться даже, может быть, сильный мороз. Но это уже больше как такое исключение, а не норма, получается, если вот так смотреть зимние погодные условия хотя бы в последние десятилетия. Наш латвийский климат из-за того, что мы всё-таки находимся на побережье и море действует как такой фактор, который не даёт очень резких перепадов всё-таки температурных, насколько Латвия может стать таким, вот по вашему мнению, таким приятным местом для отдыха, может быть, даже для европейцев, где перепады температур достаточно большие. Например, Европа страдает от жары очень часто летом, в то время как у нас, в принципе, климат достаточно умеренный. То есть, насколько мы можем оказаться такими привлекательными с точки зрения туризма, ну, если отбросить там вот все эти ковид-ограничения, может быть, в будущем, что к нам будут приезжать, может быть, спасаясь именно от такой страшной жары? Да, это один из сценариев, который я также слышала, как такой метод адаптации к изменениям климата, как мы это можем использовать в пользу для своего экономических каких-то активностей. Но здесь, конечно, может быть, нам надо быть также и таким, который быстро реагирует и создаёт вот эти условия, приглашает туристов к нам, потому что должна быть, конечно, вот эта всё и инфраструктура какая-то создана, чтобы мы были готовы принимать. Но в целом, да, можно смотреть и в такую сторону, что в период, когда в Европе устанавливаются продолжительные волны жары, то в этот момент может быть и в нашем регионе также условия для того, чтобы туристу было приятно отдыхать. К тому же мы знаем, что побережье, по крайней мере, на нашей территории, побережье Балтийского моря, оно очень приятное для того, чтобы отдыхать. Вот этот песок, он даже не везде такой качественный, даже на побережье Средиземного моря, насколько мы знаем. Условия бывают очень разные. Теплеет ли наше море, Балтийское море, насколько заметны ли какие-то увеличения температур именно воды? В целом, да, мы можем говорить и про эту тенденцию. Во-первых, это, конечно, то, что зимы теплые, в связи с этим также зимой море не замерзает, по крайней мере, хотя бы Рижский залив, такие, например, прошлой зимой стабильные, ледовые образования даже не сформировались в этой акватории, и в связи с этим не надо тратить как бы тепло весной, чтобы растаял этот лед, и потом только постепенно вода нагревалась. Так что и здесь очень-очень все процессы в атмосфере и со сферой воды, это всё очень-очень связано. И также при установлении таких волн жары, конечно, тоже вода очень прогревается, также и в Балтийском море. Может быть, здесь ещё нету так очень много таких детальных исследований, но всё-таки в целом эта тенденция проявляется. Ну, единственное, может быть, живя на нашем побережье, иногда надо помнить, что у нас наблюдается такой процесс, как опверинг, и бывают ситуации, когда при максимальной жаре, когда ветер дует со стороны побережья, этот тёплый верхний слой сдувается, и к нам поднимаются холодные воды с нижних слоёв Балтийского моря, и это приводит к тому, что при жаркой погоде у нас бывает очень прохладная вода на побережье. – Насколько вот эти изменения климатические, температурные, они могут повлиять на флору и фауну Латвии? Ну, вот условно говоря, ну, как всё время в шутку говорят, что будут ли расти пальмы, но насколько, ну вот действительно, какие-то изменения могут произойти, могут ли к нам прийти какие-то животные, которые, скажем, обитают то ли в более южных странах и широтах, то же самое касается там морских обитателей? – Ну, может быть, я как синоптик не очень-очень так детально смогу этот вопрос прокомментировать. Я всё-таки в таком плане, может быть, не делала исследования, просто, ну, следя за какими-то новостями, следя за информацией, то, что вообще доступно, то, конечно, и я уже про это слышала, что у нас время от времени всё-таки уже и прилетают птицы, которые обычно жили более южнее сейчас, или какие-то виды животных и других, или растений, которые раньше обитали более южнее, а сейчас уже их время от времени также находят на нашей территории. Так что этот процесс в целом происходит, и, ну, изменение климата ведёт к тому, что это, ну, на данный момент хотя бы не останавливается и будет продолжаться. Но здесь, конечно, больше, может быть, биологам надо спрашивать, они лучше прокомментировали бы это. Но можно сказать, что эти тенденции, их видно, то есть повышение температур, оно, ну, вот, средние, среднегодовых температур, оно является уже чем-то таким, что невозможно опровергнуть и сказать, что это какие-то, ну, просто колебания температуры. В целом, да, эти исследования очень много проводились, и в глобальном масштабе, и именно вот это влияние человеческой деятельности, оно очень-очень проследуется, и, ну, настолько интенсивных изменений климата раньше не происходило, как сейчас, когда именно человек своей хозяйственной деятельностью влияет очень на атмосферу. Потому что в целом, конечно, климат менялся всегда, да, эти изменения можно было, ну, есть возможность их проследить, но сейчас вот в последние, ну, 50 лет, может быть, чуть больше эти изменения происходят с такой интенсивностью, какая раньше не наблюдалась. Ну, в нашем регионе, конечно, это больше всего оставило влияние на зимние погодные условия, то, что мы уже обсуждали, что у нас намного реже бывают такие стабильные зимние условия с отрицательной температурой, с постоянным снежным покровом, но и на другие сезоны также это оставляет свое влияние, и это очень хорошо прослеживается по данным наблюдения, которые, ну, сохранились у нас уже за столетний период, и который так анализировался очень тщательно. Напоминаю нашим слушателям, что с нами по связи по скайпу руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круминя, 67212-9399, 67213-9399, телефоны в студии, если у вас есть вопросы, что-то интересует, вы можете звонить и также писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, а вот если сравнивать Латвию с другими странами, есть ли у вас, ну, вот, какие-то контакты, общение с коллегами за рубежом, с соседних стран, следите ли вы, скажем, за тем, что, ну, как, насколько по сравнению с другими странами в Латвии вот эти изменения климата, изменения температур, являются ли они, ну, в рамках общей тенденции больше-меньше, то есть, вот, выходим ли мы за какие-то среднестатистические показатели? Ну, в целом, конечно, мы, когда делаем свои исследования, во-первых, мы эти данные сравниваем с регионом Северной Европы, и здесь нету никаких таких очень кардинальных отличий, если нас сравнивать, по крайней мере, с ближайшими государствами Литва и Эстония, или со скандинавскими государствами, здесь тенденции очень-очень похожие, и нет таких кардинальных отличий. Конечно, в других регионах земного шара изменения климата проявляются по-другому, но здесь вот именно в этот регион, где у нас, как бы, проявляются стабильно эти четыре сезона, по крайней мере, зима, весна, лето и осень, и вот как происходит их чередование, насколько интенсивные бывают морозы, или насколько интенсивная бывает жара, та же самая, грозы в летний период, или другие явления, но здесь тенденции очень похожи в нашем регионе, и, конечно, влияние, изменение климата, чем больше на север, все-таки, по крайней мере, проявляется даже больше, интенсивнее, чем, может быть, больше чуть-чуть к югу. А скажите тогда, вот, может быть, какой все-таки будет предстоящая зима, насколько она будет тоже такой же теплой, как и в прошлом году, ожидается ли, ну, вот, какой-то снежный покров, скажем, на Рождество, на Новый год? Ну, вообще, сезональное прогнозирование в мире все еще такое, ну, отрасль, которая очень развивается, но, скажем, она не настолько развита, чтобы очень детально говорить про сезональные прогнозы, особенно в европейском регионе, потому что у нас погоду определяет атлантические циклоны, и прогнозирование этих процессов, ну, довольно такое, тяжелое в таком масштабе, если мы говорим про следующую зиму. В целом, конечно, эти тенденции прогнозируются, и то, что сейчас можно было бы говорить, что нет возможности что-то сказать конкретно про рождественские праздники, про Новый год или какой-то другой конкретный период, потому что в таких масштабах мы можем говорить столько про тенденции на среднемесячные температуры, на среднее количество осадков, прогнозируемое на зимние месяца. Ну, и на данный момент, если так посмотреть, на эти прогнозы, то основное такое, что выявляется в них, то это то, что… Так, у нас, к сожалению, чуть-чуть подвисла связь. Так, сейчас мы попробуем восстановить её. Да, да, всё в порядке. Всё в порядке, хорошо. То вероятность таких очень холодных зимних условий маленькая. В основном всё-таки прослеживается тенденция того, что в целом зима в нашем регионе, здесь я больше даже говорю про такую северную Европу, будет всё-таки с температурами, которые будут выше нормы. Это, конечно, не исключает, что в течение этих трёх месяцев, которые мы понимаем, как зимние месяца, декабрь, январь и февраль, в целом будет какой-то, может быть, период с более низкими температурами, и когда больше осадки будут выпадать в виде снега. Но это не основная тенденция прогнозов, которые на данный момент есть для этого периода. Конечно, эта информация всё время уточняется и регулярно делаются новые прогнозы. И надо эту информацию всё время мы также уточняем. Но можно ли сказать, что зима будет такой же бесснежной, как и прошлые зимы? Или можно предположить, что выпадут снега? Ну нет, на данный момент нет таких данных, чтобы я могла бы так конкретно говорить про высоту снежного покрова в целом в нашем регионе. Как я говорила, прогнозировать эти условия в таких масштабах у нас нет возможности. Больше, детальнее мы уже про эти условия можем говорить в прогнозах на ближайший месяц. И то это ещё только такие средние данные за месяц, потом мы можем их уже делить на недели, потому что у нас погодные условия могут меняться очень даже локально по отдельным регионам нашей страны, которые в целом очень даже маленькие, если сравнивать даже с европейским масштабом. И это всё будет, может зависеть от одного отдельного циклона, который может локально принести какие-то интенсивные явления, в то же время, когда в другом регионе может быть даже не будет вообще выпадать снег, а где-то может образоваться снежный покров даже до половины метра. Такие ситуации в нашем регионе были, наблюдались, и это такая одна из особенностей нашего климата, с чем мы должны считаться. То есть получается, что какой сформировавшийся циклон может внести какие-то изменения в погодные условия достаточно серьёзные? Да, это всегда прослеживалось и такие интенсивные явления погоды, ну даже начиная со штормов, также каких-то интенсивных осадков или там интенсивных гроз, большой, сильных снегопадов, это прогнозировать в сезональном масштабе вообще нет возможности, ну а уже в таком масштабе, когда говорим про месяц, мы можем выявить тенденции с периодами, когда может конкретная неделя выявляется более дождливая или более сухая, тёплая или прохладная, но говорить про конкретный какой-то процесс, про конкретные явления в таких масштабах нет возможности. Это мы уже можем больше обсуждать на масштаб неделя, 10 дней, может быть, 2 недели. Но в целом можно сказать, что вот эта тенденция тёплых зим сохраняется, но если вот так, подводя тенденция тёплых зим сохраняется и вероятность таких очень холодных зим всё уменьшается, если даже смотреть с такое зрение климатического масштаба. Я вот очень хорошо помню, что когда в конце 90-х я приезжал в Англию на учёбу и жил в одной английской семье, они как раз говорили о том, что вот у нас к сожалению на Рождество нет снега, мы всегда просто просим Бога немножко снега на Рождество, чтобы создать настроение. Но вот мне это казалось даже каким-то странным, вроде бы, мы всегда привыкли, что у нас в это время всё-таки снег. И через какое-то время я действительно обнаружил, что всё чаще вот у нас Рождество без снега. То есть это тоже одна из таких тенденций потепления, то есть отсутствие снежного покрова зимой, в зимний период. Да, да, как мы уже старалась это рассказать, да, что это одно из таких последствий изменения климата, и особенно в зимний период, когда эти изменения проявляются больше всего в нашем регионе. У нас есть звонок, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, ваш вопрос. Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось немножко другую тему за травмой. Хотелось бы узнать вот департамент, какой штат, количество человек, которые работают, вот, и связанное с ними, ну, там, техническое оснащение и прочее. Хорошо, спасибо. Да, ну, вот, сколько, я понимаю, интересуется человек, сколько людей работает вот в вашем департаменте, и что требуется, какое техническое оснащение требуется синоптикам для того, чтобы делать свои прогнозы? В целом, у нас синоптиков в Латвии немного, у нас даже меньше, чем 15 человек, которые могут составлять оперативные прогнозы. Часть этих синоптиков работает, составляя прогнозы, ну, как мы называем, общего пользования, специализированные прогнозы, ну, например, для отрасли энергетики, ну, другие есть еще. Также составляем морские прогнозы, и отдельно есть группа людей, которые составляют такие специализированные прогнозы, как авиационные прогнозы, чтобы перемещение на самолетах было безопасно в целом в регионе, и особенно, конечно, в наших аэропортах, во-первых, в Риге, ну, и также в Лепо, куда также летают самолеты с пассажирами. Так что, ну, это, ну, а в основном снащение техническое, то все время оно очень, ну, стараемся его как бы обновлять, идти вместе с временем, но одно, может быть, из таких актуальных тем, то это то, что у нас в Латвии никогда не развивалось численное прогнозирование, и чтобы получать данные численных моделей, то мы в целом сотрудничаем, во-первых, в европейском масштабе, ну, и также с коллегами в ближайшем регионе, чтобы получать более детальные расчеты и дальше их обрабатывать и использовать уже для составления прогнозов для нашей территории и также для составления предупреждений о штормах, о интенсивных осадках, о волнах жары и так далее. Ну, а также у нас в Латвии в последние годы обновилась сеть наблюдений за погодными условиями, она уже больше года абсолютно автоматизирована и данные получаем в режиме ну, таком реального времени. Поступает у нас в центры, так что это такой ну, очень большой шаг вперед по сравнению с предыдущими годами. Ну, что можно еще сказать, очень интенсивно в наши дни используется сателлитная информация. Конечно, у Латвии сама не имеет своих метеорологических сателлитов, но в целом это сотрудничество во всем европейском регионе, чтобы все синоптики этого региона получали хорошее оснащение этой информации. Ну, также, конечно, я верю, что многие заметили, что у нас бывают часто проблемы с метеорологическим радаром, который используется для того, чтобы следить за зонами осадков, которые перемещаются через нашу территорию, но это еще такая проблема, которую надо решать в ближайшие годы. То есть, получается, что автоматически происходит считывание вот этих данных о погоде, не требуется, чтобы в каждом городе был там ответственный человек, который ходил, смотрел показания термометра или там направление ветра, это все делается без участия человека, так я понял, да? Да, в наши дни это уже делается без участия человека, и это уже тенденция, ну, везде, ну, по крайней мере в Европе, и все больше и больше стран охватывает вот это. Нельзя сказать, что данных становится меньше, есть какие-то, конечно, ограничения, что техника, может быть, не имеет возможности настолько наблюдать, и мы, может быть, еще не имеем абсолютно всех сенсоров, которые были бы необходимы, но в целом снащение данными даже, можно сказать, улучшилось, мы, как я говорила, имеем эту информацию в режиме реального времени, то, что раньше человек чисто технически, но не имеет возможности передать ежеминутно показатель температуры или скорость ветра. А где учат синоптиков? Вы сказали, что их сейчас всего 15 человек на Латвию, и я понимаю, что, очевидно, нет необходимости, скажем, создавать какое-то специальное учебное заведение, если такое небольшое количество, но как люди становятся синоптиками? В целом, это проблема в Латвии, потому что у нас ни в одном университете нет специализированной программы, чтобы изучать метеорологию, и это было необходимо. Да, есть какая-то возможность на факультете, на географическом факультете в Латвийском университете что-то немножко учить в этом направлении. В целом, метеорология, это отрасль физики, но на этом факультете также очень минимально развита эта отрасль, чтобы изучать метеорологию, поэтому мы вынуждены молодых специалистов обучать на месте в нашем центре. Уже обычно студенты последних курсов приходят к нам и дополнительно изучают именно метеорологию, сначала теорию, а потом уже несколько месяцев также практически стажируются перед тем, как начинать работать. Ну и конечно в целом в Европе в последние года очень развивается сотрудничество, чтобы обучать синоптиков, повышать их компетенцию, потому что технологии очень развиваются, много разных новых методов слежения за погодой, прогнозирования погодных условий, и поэтому мы сотрудничаем, и тогда есть возможность также учиться вот в таком уже европейском масштабе, не всегда есть необходимость где-то ехать, часто бывают вот эти курсы, как и мы с вами сейчас разговариваем через скайп, но может быть не через скайп, есть много разных других программ, которые используются, и вот также отдаленно изучаем, участвуем в разных курсах по мицерологии именно. А вот если говорить о международном сотрудничестве, понятно, что здесь происходит обмен данными, и например, если говорить о морских авиационных, для авиации, для морских служб, здесь тоже, ведь я понимаю, что вы в этом заинтересованы через морские воды Латвии могут проходить сюда, других стран, наше воздушное пространство могут пересекать самолеты других стран, то есть это все должна быть какая-то единая система, то есть вот здесь как происходит, на какой коммерческой ли основе, или просто такого добровольного обмена информацией, кто в этом заинтересован, кто участвует? Заинтересованы абсолютно все страны мира, и поэтому это все как бы организует в целом Всемирная Метеорологическая Организация, здесь установлены такие рекомендации, и создана целая сеть для того, чтобы регулярно обмениваться данными, созданы рекомендации для того, как должны, например, проводиться наблюдения, как они должны передаваться в международный обмен, чтобы это все соответствовало какому-то установленному уровню качества, и чтобы мы своевременно эти все данные получали, так что это довольно такая, да, уже хорошо созданная сеть обмена информацией, и она все развивается, также идет руку-руку с развитием техники, и всех этих возможностей, чтобы мы получали данные как можно быстрее и качественнее, но если раньше обмен наблюдениями происходил раз в 6 или раз в 3 часа, то сейчас уже используем стандарт обмен наблюдений раз в час, и уже ближайшие года планируется даже обмен информацией раз в 10 минут, так что развитие в этой отрасли тоже очень-очень интенсивно происходит. Насколько в области сельского хозяйства ваши прогнозы учитываются, востребованы, насколько новоцельское хозяйство смотрит на то, какими будут условия, более засушливыми, более дождливыми, и как эта информация используется дальше? В последние года такое требование со сельскохозяйственной стороны в Латвии также увеличилось, хотя здесь еще есть возможности для развития обменом информации, обменом данных наблюдений и обменом прогнозируемой информации, но вот в период, например, в 2018 году, когда было очень-очень сухое лето, большое засущее, то вот именно такое востребование со сельскохозяйственной стороны было для того, чтобы мы развивали новый продукт, это был продукт для того, чтобы ну так называемый стандартизированный индекс осадков, который характеризует уровень, насколько сухие условия для сельскохозяйственной отрасли, и вот это именно требование с этой стороны привело к тому, что мы развили этот новый продукт, ну второй такой яркий пример всегда бывает весной и осенью, когда или поздние заморозки, или ранние заморозки уже осенью, тогда тоже сельскохозяйственная отрасль, это те, которые к нам обращаются и спрашивают такие детализированные прогнозы уже в таком даже очень небольшой заблаговременности на ближайшие сутки, как им действовать, будет или не будет эти заморозки, насколько они интенсивные будут. Да, у нас есть звонок, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Да. Интересная передача. Спасибо. У меня такой вот вопрос, немножко не в тему, вот на мобильном телефоне есть аппликация там ВЭЗа, да, и как-то в предыдущие годы, ну, было очень точные прогнозы были там в разрезе одной недели, да, мы даже удивлялись, что вот этот ВЭЗРКОМ дает более точный прогноз, чем там официальный там панораме, там ТОМС, да, а сейчас что-то последнее время вообще аппликации вообще верить нельзя, все наоборот, если пишут, что будет дождь, то солнце, если показывают, что солнце, то на следующий день дождь идет, вот это какой-то алгоритм нарушенный выяснили, или почему такое может быть. Спасибо. Я, может быть, переформулирую вопрос, кому верить, вот действительно верить ли аппликациям, какие, вот если есть, ну вот, может быть, ваши рекомендации, на какие аппликации обращать внимание, латвийские, там, или зарубежные, и вот почему такие ошибки происходят? Да, в наши дни информация о прогнозируемых погонных условиях доступно очень широко в интернете и также в наших мобильных телефонах можем найти много разных сайтов, где следить за этой информацией, каждый, конечно, подбирает, наверное, себе более удобное и то, что нравится и кажется более точно, но, во-первых, это много и разные отдельные численные модели, которые используются как источник информации для этих аппликаций, и поэтому, конечно, данные могут отличаться на разных аппликациях, и если мы смотрим разные сайты, где эта информация публикуется, но мы, конечно, свои прогнозы публикуем на нашем веб-сайте, где всегда можно следить за этой информацией, информацию обновляем как минимум 4 до 6 раза в сутки, здесь публикуется новый прогноз и всегда доступна вот эта информация на ближайшие 7 дней даже, ну да, в целом это одна неделя, где оперативные данные каждый день есть и обновляются, ну а почему бывает настолько ситуации, которые не прогнозируются, то в целом это можно сказать есть, конечно, и погодные условия, которые более тяжело прогнозируются и есть погодные условия, которые хорошо прогнозируются, ну одно из таких явлений это летние грозы, которые везде, в любой точке земного шара все еще такое, ну тяжелая задача для синоптиков их очень корректно спрогнозировать и во времени и в пространстве, где это будет, поэтому если бывает вероятность в целом, что очень высокое образование кучево-дождевой облачности и гроз, но в то же время это может пройти довольно близко, эта конкретная облачность и соседний регион совсем не охватить, но если смотреть в такой масштабе даже на ближайшие сутки или полсуток, то сказать, что в этом регионе конкретном нету вероятности образования гроз тоже нельзя, так что это тоже зависит от таких ситуаций. Но кому верить? Верить ли больше аппликациям, которые зарубежные или все-таки нашему латвийскому центру окружающей среды? Ну даже я сама если где-то путешествую, то в первую очередь я ищу прогноз по крайней мере на ближайшие дни на сайтах конкретного метеослужбы конкретной страны. Если я отправляюсь в Францию, то я захожу на веб-сайт Метеофранция, где уже публикует локальная метеослужба свой прогноз и она уже отвечает за этот прогноз. То же самое если отправляться например в Венгрию или в Грецию или в Италию, я также буду смотреть во первую очередь на сайте конкретной страны. Ну и поэтому как бы здесь больше все-таки доверяется и здесь всегда будут также публиковаться информации о вероятности каких-то очень интенсивных или опасных погодных явлениях, которые на аппликациях в мобильных телефонах могут даже не быть, если есть какое-то предупреждение о штормах, о интенсивных дождях или других явлениях. Вот если говорить о ближайших прогнозах, меня, вот как человека, который там выращивает три тыковки там на огороде, мы все смотрим и ждем, когда же будут заморозки, ну вот все время поглядываем, чтобы успеть их снять до заморозков. Вот когда, по вашему мнению, ожидаются эти заморозки? Я думаю, что многие огородники сейчас тоже заняты ну вот этой же проблемой. Ну да, это уже такой самый ближайший мост. В целом, можно сказать, что первые заморозки в Латвии уже были в сентябре, но это была одна прохладная ночь, и она не охватывала всю территорию, а отдельные только регионы. А в целом, надо сказать, что погодные условия на ближайшую неделю, на следующую неделю, все еще сохраняется с тенденцией, что воздух будет теплее, чем это обычно наблюдается в нашем регионе, и вероятность заморозков в этот период еще все очень-очень маленький. Так что первая декада октября тоже в целом будет теплая, она не будет настолько рекордно теплая, как предыдущая декада в сентябре, но все-таки таких интенсивных заморозков на большую часть территории Латвии не наблюдается. Может быть, где-то какая-то прохладная ночь или локально что-то, может быть, чаще это бывает где-то в Витзаме, на возвышенности или в Курсах тоже где-то больше, где регион возвышенности, но в целом, да, еще нас будет баловать осень такой теплой погодой. Ну что же, спасибо большое руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круминя сегодня была с нами на связи. Спасибо вам и до свидания. Спасибо.